В рамках рабочего визита заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров и председатель правительства Карачаева-Черкесии Мурат Аргунов встретились с бизнес-сообществом Карачаева-Черкесии. Приняли участие в дискуссии заместитель полпреда президента России по СКФУ Владимир Надыкта и первый предправительства республики Дагир Смакуев. Главной темой обсуждения стало становление и развитие предпринимательской деятельности в республике. Какие пути и меры поддержки могут оказать для них положительное воздействие. Об основных моментах встречи расскажет Альбина Ламкова. Мир красивее и ярче. Основная цель для старта бизнеса Фатимы Эбзеевой. Получение прибыли приносит ей удовлетворение желания развивать свое дело. Она занимается производством головных уборов. Встреча с соратниками по бизнесу дает поиск новых возможностей в точке отсчета и поддержки новых идей для собственного производства. С удовольствием занимаюсь производством головных уборов. Очень хорошую поддержку мне оказал центр «Мой бизнес», в том числе Диана Казимовна. От них, помимо практических навыков, как всем этим заниматься, как входить в этот бизнес, очень много было советов. И, вы знаете, я благодарна им. Они дали мне возможность съездить на выставку, увидеть, как другие люди занимаются бизнесом. Несмотря на то, что организатором мероприятия является «Кавказ РФ», такие встречи рассматривают как точку сборки всех институтов развития кредитно-финансовых организаций, помогающих росту местного бизнеса. Ресурс Министерства экономического развития позволяет скоординировать всех участников процесса. Причем речь идет не только о финансовой, но и экспертной кадровой поддержке. Важно, чтобы этот диалог продолжился и дальше уже в рабочем режиме, через конструктивное общение и, главное, увеличение числа реализованных проектов, отметил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. У кончающей кессии есть серьезный потенциал. Мы понимаем, что буквально мы сейчас посетили Донбай, который как туристический класс, наверное, имеет очень серьезные перспективы. Направления все, наверное, требуют и какой-то концентрированной поддержки со стороны власти. Привлекательными для инвестиций в нашей республике считаются такие отрасли экономики, как туризм, животноводство, выращивание и переработка овощей и фруктов. Инвестиционные проекты по ним стали отдельной темой для их обсуждения. Все мы понимаем, что бизнес играет важную роль в развитии любого региона. И в условиях санкционного одобрения, в условиях внешнего одобрения нам необходимо выработать те меры, которые будут идти на пользу бизнесу. Мы понимаем, что необходимо снизить герократические поволочи, которые возникают. В контексте проведенной дискуссии с бизнесменами, представителями власти, институтов развития и банков было отмечено и то, что уже создано для развития экономики нашего региона. Какие механизмы поддержки считаются основными и как найти стимулы для их развития, продолжив работу эффективно в изменившихся условиях. Альбина Ламкова, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия.